Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в Escape from Tarkov. Это 19-й день. Пути со дна. Сегодня прокачка с нуля продолжится в первую очередь на локации таможня. Будем прокачивать миротворца, выполнять его квесты. И если всё получится на таможне, то успеем ещё на берег прошвырнуться. KDV Games, Немусяра, Максим, Меоис, Васян. Спасибо, ребята, огромное вам за такие щедрые бонусы. И отдельный респект тем, кто уже поддержал меня в Raid Shadow Legends. Напомню, что наша цель достигнуть 30 пройденных тьюториалов. При достижении цели проводим розыгрыш доступа в Tarkov или апгрейда версии. Скачивай Raid Shadow Legends по ссылкам в описании и проходи тьюториал обучения. Это займёт не более 5 минут. Удачи! Наконец-то сварились у меня в убежище в разведцентре. Впиксы мои. Теперь я могу позволить себе разведцентр третьего уровня. Нужно будет докупить ещё пару железяк и три газана. Так, улучшение займёт 24 часа, независимо от того, работает ли генератор или нет. Неплохо, неплохо. Надо будет заказывать ещё варку двух ВПиксов. Закупаюсь всем необходимым. Запускаем генератор, пока есть какое-то топливо. Пусть варится на топливе имеющемся. В верстаке у нас сводились провода. Я как раз один пучок проводов сейчас сдам по квесту, а остальное всё продадим. Страховка пришла минимально. Это тритон, который я сбрасывал. И намордник, и вся любовь. Удобрение квест закрываем. Один всего провод нужен был. Бам, готово, отлично. Три биткоина. О, сейчас продадим. Биткоины по 700 тысяч. Вот это жесть. Два миллиона как с куста. Сафари на тигра. Это тот самый квест, который я хочу выполнить за миротворца. Надо вкачивать миротворца. Есть ещё несколько квестов, которые можно будет попутно попробовать сделать тут же на таможке. Настрелять диких, но это само собой будет делаться. Квест лыжника. Осведомлён, значит вооружён. Одну из Wi-Fi камер необходимо установить на таможне. И Тарковский стрелок, часть шестая. Убить пять снайперов диких из болтовки. Болтовки в схроне у меня есть. Значит пойду с болтовкой. Hi-Fi камеру прячем в подсумок. Три маркера у меня имеется. Всё, я готов. Таможня, полдень. Страхуем ВПО. Бронеразгруз. Мешок, наверное, можно. И поскакали. Охотиться на тигров. В первую очередь мне нужно обязательно пометить все три тигра, чтобы закрыть квесты. И можно было продвигаться дальше, чтобы прогресс у нас не останавливался. Ну и попутно, если получится, подстрелю каких-нибудь снайперов. Их здесь на таможне. Достаточно много снайперов диких. Вроде всё. О, слушай, у меня хороший спавн. Я вообще недалеко от блокпоста снайперов. Перемахнуть через канал. И здесь же сразу Wi-Fi камеру и поставим. В общем, таможня это идеальный вариант для выполнения квеста оружия. Говорю, господи. Тарковский стрелок. Снайперский стрелок. Заплетак языкается. Вот, за этими синими кантами надо её воткнуть. Диких вроде нет. Нифига он. Будто только заспавнился. Ладно, я сразу ставлю тогда камеру. Она дорогая, зараза. Чтобы избавиться от неё. Это только часть квеста. Остальные две Wi-Fi камеры надо ставить на развязки напротив магазина Кибы. Одна из них. И вторая на локации лес. В очень уж... опасных местах. Здесь, на таможне, это более-менее ещё безопасное место. Я думаю, что этот квест вообще по-хорошему доработать. И надо ставить эту Wi-Fi камеру где-нибудь на базе Решалы, что ли. Где за бы этот выход 13-й. Даже логичнее, наверное, было бы. А снайпера на таможне находятся вот на этой крыше. Но не сегодня, походу. Здесь снайперов на таможне вообще пятеро. И можно, если... Ого, нифига там возьмёт. Если сильно повезёт, то вы можете выполнить этот квест вообще за один рейд. Первый тигр здесь же. Недалеко от ВСРФ. Тормози, тормози. Ого! Япона, мать! Он за пулемёт сел. Ещё один. Как он вовремя. Так. Вот это сюрприз. Я не думал, что боты садятся за эти пулемёты. Ни хрена себе. Вот такой же ВПОшик, как у меня. Но он недорогой. Что там он? Тысяча пятнадцать, может быть, стоит? Но ежели мчём, мы сейчас свой скинем незаметно. Надо валить отсюда. Тут где-то перестрелка недалеко была. Скорее всего, они уже ушли. Или если нет, то пойдут... в лазарет. А вон он, по-моему, сидит, да? Точно. За пулемётом-то он сидит. О, флешка. И лыжная маска, по-моему, тоже неплохо продаётся. Блин, сейчас такой пипец происходит на барахолке, что... Самые неожиданные вещи, которые в жизни в Таркове ничего не стоили. Сейчас стоят каких-то бешеных денег. Тут ещё ящик с инструментами наверху. Фильтр, что ли, лежал. Можно было провода и не варить, в принципе. Но я, по-любому, там в ВПХ варился, так что я ничего не потерял. Давай тогда этот ВПУ подготовим. Трофейный. У него ещё в патроннике там один патрон. Но ничего страшного. Переставляю глушитель и прицел тогда на трофейный. ВПУ. Вот так вот. Разряжаю свой. Куда-нибудь его. Так, фильтр заберём сразу. То забуду потом, как пить дать. Куда-нибудь его. А вон за резину, наверное, кидану. Вот сюда. Не знаю, кому он нужен будет там без прицела, без чего-то там. Вот так вот. Чик. Это выбрасываем. Оставляем. Блин, я, по-моему, FMJ патроны, которые в магазине, да? Зарядил. Ну ладно, хрен с ним, пусть будут. Я всё равно по ботам буду стрелять, так что... Ничего страшного. О! Массинист в спине. Не очень сюрприз-то приятный. Так, пока по квесту ни хрена не продвинулись. Ни одного... Не убили снайпера. Ладно, вы всё равно будете сто процентов лазареть. И с лазарета на базу Реша вы, скорее всего, пойдёте, да? Или на старую заправку. На трубе там, интересно, сидит. Вот здесь второй снайпер. Походу, тоже выходной сегодня. Чё за везение, блин? Где снайпера? Опа. Вот пацанчики возле лазарета и трутся. Ладно, развлекайтесь-то. Главное, чтобы вы на чё-нибудь отвлеклись там. И всё. А я незаметно здесь по кушарам, по сопкам, по тропкам. Тахненьчно. Уйду отсюда. Жаль, что нет здесь снайперов ни на крыше, ни на трубе. Мне, значит, нужно будет осматривать заводскую территорию. Там на крыше заводской, на крыше цеха, один снайпер по крыше, который лазает. На КПП. Блин, он прям по пятам идёт, да? На КПП. Есть ещё один на вышке, который стоит. Есть ещё одно интересное место. Я готов поспорить, что не каждый траковчанин в курсе, где здесь пятый снайпер. Делайте ваши ставки, господа. Если он там есть и заспаунился, то будет здорово. Покажу как раз, где тут пятый снайперёга. Снайперёга. Не, нету, короче, пацана. Либо его уже там подстрелили. Они ж такие назящие. Они, эти снайпера, пофиг. Они сразу начинают стрелять во всё, что шевелится. И нарываются, короче. Тишина, вроде. О. Ещё бы кашики. Два штуки. В сторону общаги. О, ну это даже удобнее. Слушай, пацаны, давай, давай, идите. Я вам мешать не собираюсь. Идите в общаги. Мне там пока делать нечего. Я сейчас здесь тайничок. Покручу, поверчу и пойду в сторону. Лэп. А вон он, что ли. А, нет, труба. Труба, точно. В общем, на снайперскую скалу буду курс держать. Там высоко сижу, далеко гляжу. Золотая цена. О, паракурдище. Здорово. Заберём. Даже вот так, наверное, сделаем. Фильтр-то больше. Он там 1110 стоит, даже если не продам. Из-за того, что галка пропадёт, если подохну вдруг. То я же себе водосборник уже поставил. Я уже сам могу фильтровать воду. Пойду потихонечку под лэп тогда обойду. Посмотрю, что там на крыше, на КПП. И оттуда уже плясать будем. Возня, стрельба там нормально идёт. Мне нравится, когда слышишь карту, понимаешь примерно, где что происходит. О, я пушку нашёл, да? О, калашик. Нормас, нормас. Чё там у нас? По патронам есть чё? Около половины. Ну, фиг с ним. Будет на ближнюю дистанцию, чем навалять кому-нибудь. Вот здесь парняки мне говорили, тайничок лежит. Имеется, точнее, лежит. Я частенько проходил, потому что, честно говоря, я забыл, что здесь вообще тайник. О, вот это вот вообще хорошо продадите. Продать сможем. Таможня, как всегда. Блин, классная локация. Она вообще просто кормилица. Да, не такая большая, как, может быть, другие. Но она просто напичкана тайниками, цехами, вкусняхами. Блин, вообще. То, что надо. Заберём. Тут тоже можно. Если особо на рожон не лезть, можно технично полазить туда-си-сюда-си здесь диким. По тайникам прошвырнуться. Уже полный рюкзак как минимум вытащит. Здесь ещё тайники так находятся. Они как-то кучкуются. Рядко, когда какой тайник на отшибе. Обычно они там по два, по три, короче, рядом. Дозик пошёл. Дозик. Дозик, дозик. Ну что, давай посмотрим, что там на крыше цеха. Обычно от него быстро избавляются от этого. Бота. Ну, ёлы-пала, нет его. Блин, а жаль. Тут вообще, по идее, как в тире по этому боту на крыше. Если он там есть, чистый кайф пострелять по нему. Попрактиковаться, потренироваться. О, на КПП есть зато. Смотри. А ну-ка. Пормози. Ого, нифига, он спалил меня, что ли? Смотри, шустрый какой. Нормально. Это была четвёртая позиция, где спавница снайпер. И есть сейчас пятая. Сейчас покажу. Сейчас всё покажу, пацаны. Где-то ещё тайник. А вот тайник. Ё-моё, я чётал в натуре. Вообще забыл про локацию таможня уже. С этими квестами. В основном берег, берег. Развязка, развязка. Сейчас ещё у миротворца опять начнётся. Он частенько будет на побережье отправлять на берег. Там куча целая квестов будет. Ну, куда отправляют квест, туда я и хожу. Зато по квестам я в своё время довольно неплохо так ознакомился с каждой из карт. В частности, с берегом. Ориентироваться я там более-менее начал именно, когда прошёл эти квесты. Миротворца, лыжника. О, сардинки. Снегер сожрать. Сардинки наливать. Какой звук сразу. Басистей. Короче, пятый снайпер, пацаны. Спавнится вне карты. За вот этим забором возле кам. А вот он стоит, смотри. Хоп. Ушёл. Хе. Ничего-ничего, сейчас вернётся. Сейчас мы его подстрелим. О. О. Твою мать Да ты умрёшь сегодня, нет? Всё, пацаны, без меня Бедолага, нифига он четыре патрона принял Я, конечно, по разным частям тела там Кровью-то истечёт, я думаю, мне засчитают убийство его Может, он уже всё, да, на тоненького Одной ногой на том свете А, так я Трофейнами FMJ патронами стрелял С облегчением, брат Мы с тобой ещё встретимся, брат Увидимся на том свете Готово Всё засчитано Всё схвачено За всё заплачено Как говорится Пошли метить оставшихся двух тигров Я же здесь За этим Напосрадствована Больше снайперов на карте нет СКС Можем забрать Всё Всё Вон один на дороге, тигр И второй тут Возле разлома Они рядом совсем Так что это не проблема Ну чё там, давай О, ещё СКС Спасибо Больше не надо Окей Это чё снайпер Снайпер что ли Или нет Бляха-муха Свою дивизию Или это там какая-то Худрая позиция Чё-то не понял Не понял Нифига Надо на скалу Отойти Сейчас Со скалы Посмотрим Кто это Если чё Со скалы Там спущусь И поставлю Маяк Мешок С собой таскать Не буду Чё Быстренько Туда-си-суда-си Ой, блин Вывалился из кустов Ну ладно В принципе Вроде не видно Эй, у меня-то маяки В мешке остались Дурная голова Ногам покоя не даёт В тот самый случай Всё как в жизни Всё как в жизни Так Вот он маяк Чирик Во, вот так хорошо Пофиг Кто бы там ни был Вряд ли он будет ждать Меня здесь на скале Если чё Быстренько спущусь вниз Маяк воткну И ничего страшного Откуда они могли Примерно Хотя бы Примерно Где-то Заводской Наверное Эй, да снайпер Оказывается Там наверху Живой Я думал Его убили Отвечаю Эть И спрятался Уйти твой мать Блин, упал Сейчас, сейчас Подожди Не уходи Никуда Ну О, видно Есть кабанчик Хорошо Пойду сразу Маяк Поставлю Во, неплохо Троих снайперов Сразу за один рейд Могло быть и хуже А где их ещё Подстреливать В лесу Вообще По-моему Один только Снайпер На берегу Тоже Два снайпера И они В таких местах Обычно Их в первую очередь Там гасят Таможня Таможня Хоть здесь и неудобно С болтовкой ходить Но Всё можно Если осторожно Все три Тигра я пометил Можно идти домой Так Теперь мешок бы свой найти Где-то он тут был А вот этот куст Ну вот Сейчас по пути У меня ещё будет Раз, два, три, четыре Тайника Хломом забьём В рюкзак И пойду на выход Угу Сходил на выход И это не снайпер На скале Это какой-то уже Турист залётный Всё, пошёл Я рискну Ждать не вариант Стреляться Тем более Тайники на открытый Лутать не буду Тогда Маналы Вот эту комнату Вкусную Постоянно здесь Чё-нибудь нахожу Интересное Вот кулер Нормаз 30 тысяч Хотя у меня кулеры Буду потихоньку копить Пусть они лежат У меня ящик Диких есть Алзу Полтинник почти Стоит сейчас Ящик диких есть Буду прикольно Когда складывать Потом, когда надо будет Всё вытряхнуть Да и всё Чё там Фигня попутная Всё это выгребаем Блин, ещё и прицел Вот когда надо валить Когда нет времени Это всё лутать Интересности ЗБ-14 Всякие вкусняки Попадаются Всё, нафиг Не буду испытывать судьбу Пойду Выйду лучше И сдам квест Мне выход Выживания Нужно О, на Туненького Если бы я там, блин, где-то тормозил Точно бы мне уши отстрелили Блин, таможня На таможне, как всегда, возня Пятерых диких, в общем, подстрелили Это неплохой результат Из них трое снайперов О, я 34 уровень отнул Можете меня поздравить Лыжника ничего сдавать не нужно Все, зафиксировал он установку камеры Отлично И вваливаемся к миротворцу Сафари на Тигра Сдаем квест И даёт он квест металлолом, пометить танки Т-90 на побережье. Ну, берём маяки тогда ещё раз. А, кстати, можно попутно там же пробовать доделывать тарковский стрелок чаще ставить. Там на ГЭС и на скале у прохода, между скал выхода, есть эти снайпера дикие. Водосборники теперь можем сами фильтровать в воду. Стоит она, ну, примерно как фильтр. Но зато фильтр фильтрует полторы, что ли, канистры. То есть два фильтра, три канистры примерно. Примерно, грубо. Так, залетаем к прапорщику, забираем три маячка, чтобы танки метить. У нас тут по Ленд-Лизу ещё куча всякого есть по витаминам. Блин, и у Егеря у меня тут тоже путь охотника-садист есть, убить санитара. И ностальгия же квест у меня ещё активен. Найти с видом на залив номер, где отдыхал Егерь. А тут он планшет даёт и ключик от ГЭС. Ленд-Лиз большой квест, мы его потом как-нибудь займёмся отдельно. Потому что его вперемешку сейчас, если будем делать, всё, каша будет в голове. И у меня, и у народа, который захочет что-то там понять, разобраться, ничего не поймёт, не разберётся. Пойдём в вечернее, пофиг, посмотрим, что там у нас получится по квестам. Что-то я кучу целую сейчас запланировал. Поехали, 18-17, выдвигаемся. В общем, главное не забыть, что первоприоритетной задачей для меня является установка маячков на танки. Я здесь, потому что миротворец попросил замаячить танки. И именно этим я должен заняться в первую очередь. А то сейчас начнётся у меня туда, побежал сюда, побежал как всегда. Я сейчас через полчаса всё забуду, какие планы там были. Тоннель. Слушай, а у меня неплохой спаун. Вполне себе неплохой. На пьяном танке поставим маяк. О! О! Сейчас свой шлемочок куда-нибудь. Кушары. Вот сюда можно. Петь, петь. О! С обновкой. О! Четвёртого класса. Блин. Защита живота. Может тогда мне ТВ-шку свою викинуть в кусты какие-нибудь? Я всё равно с болтовкой. Магазин запасной можно, а будет он маленький. Я запасной магазин тогда в карман куда-нибудь впихну. И всё нормально будет. Во, за чупиком возня. Хорошо, что я здесь заспаунился. Сейчас пока они там возятся, ковыряются, я спокойно пойду и помечу себе танк. И там проскользнуть. Попробую к скалам. А, ещё на газ надо снайпер подстрелить. Чё, куда скинуть-то? Где пусты? Куда-нибудь восюнда, что ли, его? О! Здесь погуще вроде. Растительность, мать её. А в мешок всё не поместится, да? Ну ладно, мы тогда выкинем его. Ну куда ты покатился? Давай вот так вот. О! Ништяк! Тупо ниндзя. Всё, магазин теперь надо будет. Один в карман. И ещё ячейку оставим пустой, чтобы он на землю не бросал в магазины. При перезарядке. Всё. Ещё и пистолет появился около 15 патронов. Пойдёт. Но считай, если бы голый вышел, то уже был бы при шлеме и бронежилете. И с пистолетом. Вот так и живут топористы. Всё, пошёл ближе к ГЭС, там первый танк. О! А чё если... О, да ладно. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Нифига, я первый раз в жизни такое вижу. Оказывается, маячить можно и под мостом. Не обязательно на сам танк присобачить. Ещё и улак, серьёзно. А улак у нас с защитой ушей. Ну, вкуснятина, чё я скажу вам. Вкуснятина. А покалимся, если здесь на ГЭСе снайпер. Блин, лак светлый, зараза. Может, бастиончик воткнём. Чё ты, куда? Блин, в кабину попал. Ну чё? Дерьмо случается. Чё я могу сказать? Бронеразгруз у меня есть. Защита из живота 4 класса. Всё как положено. Медицину ж, медицину. Всё это взял. У меня Мосинка ещё. Вот с Мосинкой я себя поувереннее, если честно, чувствую. Как-то с ней я больше отыграл, чем с ВПО. С ВПО я... 2.12.9 только патча начал играть, из-за того, что патрон этот бронебой не появился. А так, до этого я вообще не признавал это оружие. Оно интересное, своеобразное, конечно, но с Мосинкой я отыграл гораздо больше и как-то чувствую себя поспокоеннее с Мосинкой. Ну чё, патроны взял, медицину взял, ключи всё на месте, шлем, уши. Всё нормально. Поехали. А, маяки надо же ещё взять. Вечно забываю про них. Так, ну всё то же самое. ЧВК, берег. С утра, наверное, пойду, вечером уже поздновато. Всё, собрался. Ну, всё то же самое. Единственное, я себе выберу две цели. Основную и дополнительную. Основная, это будет, конечно же, танки пометить. Дополнительно, это снайперов подстрелить. Не буду особо заморачиваться там насчёт остальных квестов. А то я чё-то чувствую, когда гору целую напланируешь, оно как по закону подлости. Ничего потом не получается. Так, тоннель. Я, значит... О, я прям бодлэд. Всё, понятно. Да, я между дорогой на таможню и санаторием. Значится, бежим в сторону пьяного танка. Пометим пьяный танк. И посмотрим, как раз там же должен будет заспауниться снайпер на крыше ГЭС. Там же мы его подстрелим. А танк я уже, по-моему... Я же пометил, успел. Я чё-то на секундомер не обратил внимания. Где этот квест? А вот он. Блин, да, там, оказывается, пометился первый танк. Ну чё, поторопился-то, ёпро сито. Ладно, фиг с ним. Пошли тогда бота смотреть на ГЭС на крыше. Если он там, подстрелим. И назад. Плохие новости, парни. Нету ни хрена там никого. Никакого снайпера на ГЭС. Нет. Пипец. Чё теперь? Пошли на проход между скал? Может, он заспавнится потом? Ну, хрен с тобой. Пойдём на скалы. А второй танк, между прочим, находится там же под скалами, где проход между скал-выход. Там же находится и танк Т-90, второй, который мне нужно пометить. И там же возле этого танка скала, и на этой скале дикий должен быть. Но его тоже сегодня нет. Да чё за невезуха на снайперов мне, ёпро сито. Чё за нафиг? В натуре проще с болтовкой на таможню пойти. Во дела. Вот он танк, который мне нужен. Ну, вроде тихо. Чё, пробуем? Просочиться незаметно. Чё мне там метку поставил и убежал? Ну, раз снайперов не подстрелим, тогда предлагаю пошакалить по карте, поковыряться в тайниках и собрать деньжат хотя бы с локации. Чё по одному квесту за один рейд. В принципе, тоже неплохо. Где он тут? Где-то тут же был. Ну, я же не зря с собой мешок взял. Правильно ведь? Конечно, правильно. Так, у нас тут... Ох, 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 какая здоровая. Она же огромная просто. Она размером больше, чем мой рюкзак. Раза в два, наверное. Сам Тарков говорит мне теперь Иди, Дисса, лутайся на здоровье. Блин, в натуре. Так что... Свой внутренний голос надо слушать. Хоть иногда. Так, чё тогда, как сделаем? На болотах лутаться не вариант. Сейчас слишком светло. На болотах палевно лазить. Да ещё и в одно палевно. Там ещё и увязнешь в этой воде. И бежать невозможно. И лутание всё твоё... Коту под хвост пойдёт. Тогда можно будет в деревню сходить. Кстати, в деревне там и третий танк, и в той стороне выход. Там же и подлутаюсь в деревне. Можно будет на болоте тут, на краюшках, которые... Хотя бы среди хат, среди укрытий. Пару тайников забрать. И в деревне там есть пять тайников. Плюс в самих хатах можно пошариться. А почему бы и нет? Как купить! И третий танк. Ну давай посмотрим тайничок Тут возле палатки А вот, под елкой Здрасте Поморим тайничок И пойду попялюсь, что там на этих самых На коттеджах, может быть коттеджи вариант О, топливо, спасибо Это мне нравится Топливо я люблю Хоть где-то топливо нарыл А то что-то С этим топливом вообще какой-то Песец происходит Особо там и не навоюешь На ближней дистанции Придется ноги в руки Обычный Что, свита нет что-ли? Хрем просышь Да, они могут сидеть вообще технично Где-нибудь в кушарах В уголках И не выдавать свои позиции Бляха-муха Блин, а это не свита случайно? Не, пошел я Фиг его знает Свиты или нет Если свита, то они уже Заагрены на меня И мне пикать их вообще не вариант Надо обходить либо с другой стороны Либо проваливать к чертовой бабушке А если это ЧВК То подавно мне с ними возиться С позиции Куда они меня прогнали Тоже не вариант Хороший план был изначально Надо на болото идти Да хрен его Вроде смотришь Вроде нет никого Но они прям очевидно Так выбежали такие И дали сразу Тучка Вскрыло солнышко Ладно, фиг с вами Живите, гады А где тут тайник был? Под этим? Под этим? Ага Так, а мне же попали Куда попали? Что там у меня по здоровью? Живой ли? О, да Грудная клетка Попали Но Слабый какой-то патрон Там крайняя четвертого класса броня Выдержала его В легкого вообще Что-то такое У меня подозрение Что это свита была Ей-богу И возможно Это как раз Слабый патрон Трассер 7.62 С которым они лазают А может я и ошибаюсь Фиг его знает Быстренько И незаметненько Посмотрим Тут пару-тройку тайников Жить-то на что-то надо Раз Уже Что-то Ох, там еще за кладбищем Есть Тайник Но он прям посреди болота Что-то я на блиночку Не пойду я туда, наверное И тут есть где Что поковырять Посмотреть Да, оккультисты Поработали на славу тут Тут еще В хатках В этих Парочка тайников Есть, точно знаю Эти тайники Не так часто лутают Место открытое Вот видишь, блин Попал в воду И все Выходишь Как Штаны насрал Да, тайники Не лутаны Это хорошо О, сачок Сачок домой заберу Посмотрю Что-то там говорят Он стоит Бешеных денег Теперь Но обычно Такие предметы Когда Продаешь У них там Комиссия такая Что Проще его Выпить И торговцу Впарить По выгоде То же самое Получится Еще один И недалеко от дома Председателя Председателя Гидрация Просто Просто ничего Никакого Интересного Лута Не наспавнилось Да Оружейные части А нет Смотри Зеленый Порох Ну что Приятного аппетита Господа Пожрем Война Войной Обед По расписанию По расписанию Ой Как он Смачно Че этот Хлебашит Ну вот Как новенький Подкрепился Все Нужно И воевать В общем В этой деревне В аккурат Все тайники Попялимся Коттеджи Можно посмотреть Если тихо будет И домой А еще Танк же Третий Надо подсветить Что-то Я разогнался Уже домой Но танк Здесь В этой же Деревне О О О Хороший Товар Вот Это Я понимаю 104 Сюда Его Надо Как-нибудь Попробовать Все-таки Сделать Этот квест От Егеря Он Мне Даст Еще Один Планшет Для Документов И Сделать Отдельный Планшет Для Отдельных Локаций Это Вообще Крайне Удобно Чем Постоянно Тусовать Это Это Ключи На Одну Локацию Пошел Чик 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 Сразу Нужный Планшетик Захватил И Все И Время Экономится И Все По порядку Там Как положено О Гжель Сок Мать Моя Женщина А Давай Тогда Я Свою Бронер Разгрузку В кусты Запрыгнув Джель Разгрузка У меня Есть Большая У меня Еще Больше Места Получится Тогда Хотя Не намного Ну ладно Ну зато И джель Сможем Вынести Во Дал Красота Какая Так Тут Четверка По-моему Была Фигня Че за бегуны Соседи Что Я Тебя Сейчас Сосед Достану Борт Походу Носится Че Фигня Всякая Блин А Ботли Это Че Носится Носится Как будто Лутает Там Кто-то А Да Точно Сосед Нормально Киндер Киндер Гайки Пойдет Слушай Я здесь Можно Перемахнуть Через Забор Коробки Выдержат Весмы Картонные Вроде Крепкие Выдержали Все как В жизни Я в жизни На картонные Коробки Обычно Залажу И смотрю Что Почем Кто На чем Сразу Все Видно Но этот Тип Как раз Шатается Там Где Танк Где Не надо Ему Шататься Пару Курток Чтоб Не Подоля Закроемся Правда Вообще Ничего Нет Больше Странно Ок Мангал Шампура Уф Где ты Лето Приди Скорее Как я Соскучился Уже По мясу Мясо Че ты Где А вон Служивый Служивый Блин Тармазон Попал Любил Ау Бляха Муха Ты че Три Кровотечения Блин Блин Пацаны Пустите Пожалуйста Че Че Такой Злой Это Офигеть От Одиночества Что ли Озверел Ох Блин Он здесь Уже Сейчас Сейчас А он В хату Не Да Он В хату Зашел Ща Братишка Я тебя На выходе Встречу Это за то Что я Промахнулся Блин Если Не убиваешь Ты Да убивают Тебя Походу Вот она Награда За Хладнокровие Ну Ничего У меня Наборчик Есть Сейчас Пришьем Руку Нормально Все Нормально Вот и Все Как Новенький Маяк Сразу Воткну Потому что Он нашумел Гад Вроде бы Тихо В округе Но Рисковать Лишний раз Нет Желания О РПС Мы можем Забрать Сайгой Как раз Канистру Примастырим В РПС Так Это сюда Это сюда Чик Вот Красиво Все Можно идти По большому счету На выход Но Да Слишком Много Свободного Места У меня В разгрузке И в рюкзаке Основная Задача Выполнена Все три Танка Я Подсветил Подпометил Поэтому Прошвырнусь По оставшимся Таидникам Посмотрю Чем тут Можно поживиться Вы кого Знают Нож Чего Интересное Найду Че просто Так Убегать То Деньги Сами Себе Не заработают Мне же Надо будет Еще Схрон Поднимать А мне Там Восемь По моему С половиной Миллионов Нужно До третьего Уровня Я боюсь Представить Сколько Там Надо До четвертого Уровня Схрон Поставить Себе 25 Миллионов Или Сколько Там 20 Миллионов Было Не помню Уже Если честно Я Я-то Играл Всегда На основе А основа У меня Уже С максимальным Доступом А когда Я покупал Минимальный Тогда Еще Не было Такого Понятия Убежище И Схрон Прокачать Можно Было Только Докупив Какую-то Версию А тут Тоже Можно Хотенки Поматься Вот тут Куртки Висят 20-30 Гидрация Я Еще Походим Потерпим Как Гидрация До Минус Минус 70 Меньше Чем 70 Будет Меньше 70 Будет Тогда И Молочка Вскроем Пачку Афигня А вот Тут По-моему Комната Это Это Ведьмина Хата Да Точно Комната С прибитым К потолку Стулом Мистика У соседей Здесь Тайник В гараже Ящик Да и хату Можно посмотреть Да че Куда торопиться Давай посмотрим Деньги Надо Деньги Деньги Да интересно Где какой Луч Спавнится Где Че Можно Поднаковырять Тут Надо Пошуршать Правильно Говоришь Сушняк Смоки Смок Это Хорошая Тема Тут Че Здесь О Курточка Вот И Можно И Молочка Теперь Жахнуть А тут Шаром Погоди Бардак У вас Как вы живете Тут Или это Уже Мародеры Тут Погуляли Фигня Короче О Еще Курточка Две Даже Если Не Игнорировать Куртки Рано Или Поздно Вы Найдете Ценные Вещи Там Ключи Ключи Именно Да и так В принципе Че там Гайки И колу Это Тысяч По 20 Они Стоят Опа Упс Нет Не здесь Вот здесь О Точно Тут Сумка Ящик С Хламом И С Инструментами И по-моему Я тут Топливо Находил Как-то Могу ошибаться Надо посмотреть А да Точно Фильтр Лежит Да 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 Значит Здесь Может И топливо Заспавниться Мотаем На ус Надо будет Сюда Если на берегу Буду Надо будет Заглядывать Сюда В местах Где спавнятся Подобного Рода Вещи Типа Фильтры Электродвигатели Там же Могут И топливо Наверное Подложить В один Прекрасный Момент Ну че Все Хватали Я наелся Последний Крайний Тайничок Точнее Попялюсь И пойду На выход Здесь Вот он Да Есть еще место Есть еще В принципе И время Походить Полутать Можно по хатам Там полазить Но Все Я пошел Я лучше сдам квест Возьму еще один Займусь прокачкой Вот там дикий что ли Точно Сыгря Высоко Высоко Идеально Ну вот Не обязательно Заходить Какие-то там Норвенские Лазурные Чупа-чупсы Просто В чистом поле Напас Так что Полный Рюкзак И полная Разгрузка Главное Что Основная Задача Выполнена Пометили Танки Санька Слон Дикий В голову Попал Масмосеньки На полуострове Который Был Последний Дикий Нормально Металлолом Квест Завершаем Глаза Орла Открывается Квест Ага С беспилотниками Надо будет с них Сас диски Протаранить Это тоже Локация Берег Схожу еще раз На берег Попробую сделать Этот квест Со сбитыми Беспилотниками Если получится Сделать То это будет Отличное Окончание Даня ЧВК Берег Пол второго Страхуем Барахляндию Оставшуюся И вперед Хотя можно РПС Или нафиг он нужен Да пофиг Застрахуем Все Все застраховали Поехали Основной задачей Теперь у нас будет Найти два упавших Беспилотника Один из беспилотников Также находится Недалеко От прохода Между скал Выхода И второй Возле Чупа-Чупса Недалеко от Чупа-Чупса Упавший беспилотник Было бы вообще Классно сейчас Заспауниться На дороге На таможню Сейчас посмотрим Где появимся Оттуда уже И будем Планы строить О, перфекто Господа Перфекто Мы Недалеко От дороги На таможню Но Сейчас наверное Тут кипиш Будет сильный Да Так Который 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 Мне нужен Он находится Здесь близко Совсем Но он Находится На открытой Такой Местности Это может Быть больно Там по дороге Кто-то идет Уже Дикие Появились Это что На той стороне Никто не Наспавнился Что ли Сейчас поглядим Надо будет Переждать Немножко Это будет Лучший вариант Как раз Децл Мешок Наполним Между вагонов Тайник Тут еще Внизу В корягах Воды И там Чуть дальше Еще Тайничок По морям Что-то Стоят Они Нет Фиг его Знаю Если я встречу Врага То либо Лоб в лоб То либо Зайду им В спину Или в тыл Причем Нежели Я там Буду Сразу Возле Беспилотника И с любой Стороны Мне может Пролететь Я даже Понять Не успею Откуда Пролетело Но то Что дикий Здесь Заспавнился Прям Не знаю Как по мне Так это Сигнал К тому Что здесь Никого Больше Нет Кроме Меня Но может Быть Там В конце Прям Возле Выхода Или Ближе К базовой Станции Здесь На сопке Разберемся По ходу Дела Так Здесь Тайник Есть Показывай Что там Не густо Нет На выходе Тоже Не вижу Никого Тогда Пойдем Дикого Попялемся Которого Подстрелили А там Кстати Возле Беспилотника Есть Еще Три Тайника Блин Во мне Хомяк Просыпается Все Я готов Пацаны Бор Готов Тайник Тайник Че Зарядил Туда Туда FMJ Там даже По боту Голому Четыре Попадания Понадобилось Сболтовки Чтобы он Отъехал Так Чисто Визуально Горизонт Прочешем А вон Кстати Беспилотник Лежит Нет Тут Обычно Если Пасут Кого-то То Делают Это Ну Первые Несколько Минут Буквально Пока Спаун Рассосется Сейчас Все Одновременно Спаунятся Нет Такого Что Кто-то Догрузился Подгрузился Подъехал Тупож Поэтому Сидеть По 5-10 Минут Смотреть Спаун Смысла Нет Вообще Никакого Так Короткими Перебежками От укрытия К укрытию Хоп А мы Даже Наверное Сразу И променим Да Вот так И в ствол Первый Вот так Красота Снайперский Патрон Тебе Не писки На заборе Рисовать Вот Вот Такой Вот В корпусе Есть Отсек Чик О Отлично Закрываем Делаем Фото На память Ну что Первый Сас Диск Забрал Раздербанил Первый Беспилотник Теперь Надо Идти Мне Куда Мне В сторону Гэс Нужно Надо Посмотреть Сидит ли Там Снайпер Или Нет Ну его Вряд ли Вы Уже Там Подстрелили Возможно Но Может Быть И нет Проверить Точно Стоит И оттуда Пойду Уже К скалам А горошек Я еще Рано А тут Еще По ленд-лизу Уже У меня Один Ящик Есть Целый Ящик У меня По ленд-лизу Есть Он Здесь Недалеко Совсем Так Давай-ка Я заберу Быстренько Из ящика Тут Штуковину Одну Как раз Лыжнику Надо Будет Меньше Потом Таскать Фигни Всякой Вот он Ящик Деревянный Разваленный И в нем Вот такой Квестовый Предмет Его видят Только те У кого Активен Квест Ленд-лиз Пошли На лэп Ой Ёпарас Это Его Подстрелили Уже Да Или Ты Прячешься От Кого-то Нет Даже Не Шевелится Блин Хреново Хреново Не Ну А че Ты Ждал Конечно Столько Шататься Туда Сюда Фиг С ним Мы Этот Квест Сделаем У У меня На Таможне Гора Целая Квестов Я попутно Его Как-нибудь Да и Сделаю Да и Здесь Даже Если Будет На Побережье Буду Брать С собой Болтовку И Рано Или Поздно Мы Сделаем Квест Пошли Тогда На Проход Между Скал Посмотрим Что Там Интересного Есть Если Там Никого Забираю Тогда Сас Если Работает Выход То Можно Домой Чесать Ого Там Кто 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 Крыс Что Ли Сидит На Выход Или Че Я Не Понял Это Вепр Хантер Хлещет Он Моего Бота На Скале Походу Да Подстрелил Блин Негодяй Вижу Да Ну Как Же Ты Идеально Тайминг Поймал Свалил Нет Бесполезно Пуля Дура Не догнала Нет Больше Моего Снайпера Которого Я Хотел Подстрелить А его По-моему Там Даже И не Было Че Трупец Не Вижу И Этот Тип Теперь Будет Наверное Ушки На Макушке Сидеть Там В Прицеле Да Ладно Я Посижу Тогда Я Посижу Подожду Пока Высунешь Нос Нет Я могу Это Хоть До Вечера Эй Ты че Блин Это по мне Да ты че Козлина Как ты Увидел Меня А вон Как Ну Ну и Зря Я Я Его Видел До Этого Он В Кушарах Лазил Думаю Оставлю Как Сигнализацию А он Зараза На 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 Меня Сработал Ну Все Смысла Нет Уже В этой Засаде Сидеть Не знаю Сколько Минут Две Три Просидел Наверное Фигня Какая Ладно Пошел Я Смажусь Вазелином Для Аэродинамики И Муха И Жужжа Ой 7.62 Тоже У него Вот Ритон Еще Тоже Забрать Можно Тушеночка Шины Новые Жгут И Все Я Очень Надеюсь Что Тот Типчик Пошел По Своим Делам Это Скорее Всего Он Со Стороны На Оборот Тоннеля Да Прискакал Ну По Другому Я Не Знаю Я Я Думаю Что Именно Оттуда Он Пришел Раз Ты со стороны Тоннеля Пришел Я Отсюда Мы Видимо Лбами Просто С Нем Стук Стук Осматривал Тогда Рискну Последними Зубами Пока Работает А Бейсбол Надеюсь За мной Никто Не наблюдает Там В прицел Осмотрюсь На Всякий Пожарный Береженого Бог Бережет Вот Он Второй Беспилотник Давай Ой Блин Он Закрыл Его Эй Забери САС Диск Дзюрак Вот Так Да Страшно Блин Сейчас Как Начнут Старолять Хрен Бежишь Фу Все Теперь Можно Выходить В Тоннель Пойдем Проход Через Скалы Не Работает Выход А Уже Стрельба Двенадцатого Калибра Там Деревня Он До Деревня Видимо Добежал Хотя Это Не Факт Что Он Ладно Пойду Тоже Через Деревню Туда Только Тренечок Сейчас Здесь Возле Палатки Под Ёлочкой Вскрою Добрышко Прихватизирую С собой С собой О, я вижу Кого-то Дикий Все Убил Кажется А то Сейчас Как Тем С тем Сайгой Получится Напрочь Вот Теперь Бесшумно Все Сделали Не знаю Такое ощущение Что он тут Где-то Прошвырнулся Что-то И сумки Открыты Фиг его знает Что за Товарищ Мутный Такой Тайник Открыт Понял Я тебя Понял Куртки Не лутаны О Гвозди Ключ От выхода С завода Это Хорошая Вещь Безусловно У меня Есть свой Ключ Если бы Не было Сейчас бы Был бы А так Если вынесу То продам Стоит Он Всегда Неплохо Да Открыто Все Все Б она Открывал Коттедж По глазе Вороби Закрыто Все Котон Это Быстро Быстро Мельком Мельком Как-то Тайники Короче Посмотрел Походу И убежал Да Тут фигня Как всегда Нет Ничего В баньке Куртяху Попялись Ну и здесь Две курточки Глянем Ага Убил я его Отлично А двери Кто открыл Бот Нет Куртки Наизнанку Все Все Так Ловить Здесь Точно Больше Нечего Я с СКС В принципе Не играю Можно Наверное Мурку Заберу Вот так Вот Она Наверняка Дороже СКС С ней Жеквест Делают О Здрасте Здрасте С ней Жеквест Делают С этой Муркой С 12 Калибра Пару Тройку Квестов Есть По-моему Все Пошел Я туда Но этот Давно Видать Лежит Потому что Он Во-первых Разлутанный А второй Ходил Тут Как себя Дома И ничего Не орал Не шумел Тут Давно Уже Прогулялись Хороший Спокойный Рейд Я бы сказал За исключением Того типа Который Помешал Мне Немножко Но ничего страшного А в основном Все отлично Квест Мы выполнили Короче Двух снайперов Надо будет еще Достреливать С Мосинкой Будем Дальше играть Пока не забыл Лыжнику Сразу передаю По лендлизу Контроллер Мотора Второй Иначе Как с контейнерами Химическими Получится Я стопудово Забуду Остальное потом найдем И мне интересно Куда меня дальше Отправит Миротворец Глазер Ламы Передаем С диски С беспилотника И он Отправляет нас Гуманитарка Ох-охо На побережье Опять отправляет Но теперь Шлем ООН Бронежилет Юнтар Синий Десять диких Надо убить На побережье Пометить Маяками Две машины С потерянным Грузом ООН И найти Пять Сухпайков МРЕшных Но их Не обязательно В рейде Находить Так что Прикольный квест Но его можно Делать Также С Мосинкой Ну что Неплохо Для миротворца Целых Три квеста Мы выполнили И снова Он отправляет Правда На берег Но квесты Все интереснее Ленд-Лизы Гуманитарка Они такие Комплексные Не просто Там пошел Там что-то Нашел И принес Все это Мы будем делать В следующем выпуске Ну а на сегодня Я заканчиваю Надеюсь Выпуск получился Интересным Увидимся Услышимся Через пару Тройку дней Всем удачи До свидания Продолжение следует Продолжение следует